как видите на упаковке есть наклейки с названием того чего тут упаковано частности стружка отсоса да и также можно увидеть с этой стороны параметры стружка отсоса вот ну вот видно да в принципе упаковка достаточно нормально пенопластик металлические вот эти штанги они кстати вот как раз таки гремят основном когда таскаешь по коробку не перемещаешь я думаю что я это первый мой стружка отсос я не один стружка отсос еще не распаковывал давайте расскажу зачем я хочу оборудовать свою мастерскую канал у нас также называется мастерская workshop по-английски ну а любая деревообрабатывающая мастерская должна начинаться всегда со стружка отсоса таким образом вы закладываете на будущее то что ваша мастерская в основе своей будет чистая посмотреть что насос лежит посередине а это самая тяжелая часть этого стружка отсоса юбка для крепления пылесборника стружка сборник и как там еще можно назвать с краешку шланг по моему он на сто двадцать пять диаметром и то что там на рисунке он как раз таки самый большой шланг по сравнению с тем что обычно используется в мастерских вот ну давайте дальше продолжим разбирать его скорее всего эта коробка с метизм коробка открывается как ни странно сбоку метизм я имею там ролики комплектующие всякие болты и гайки и все такое вот ну вот труба могу вам показать вот то есть труба не совсем чистенько не шла вот но с виду новая вот наверное многие зададутся вопросом а что же вот тут вот на за за ребра такие жесткости из чего они из металла или нет ну скажу сразу не из металла это пластик это видимо какой-то очень жесткий пластик который позволяет держать форму вот тут вот внутри этого лица лежит тройник с помощью него можно организовать классную схему стружка сбора у себя в мастерской даже если она такая маленькая как у меня у меня гараж 3х6 и 2х6 то есть его вполне достаточно для того чтобы сделать мастерскую бытового плана то есть делать вещи для себя а я собственно это и делаю для себя просто я почему-то потому что я люблю чистоту чтобы не было кучи стружки валяющиеся на разных сторон вот и так у всех наверное когда смотрите картинки эти которые у нас в этом в интернетах в шопах да всех естественный вопрос возникает что это за черная люка ну у меня вас скажем так люди за всех говорят только за себя так вот вот собственно смотрите это своего рода подобие циклок и это самое подобие все в пылище вот они тут пыльку взяли это оно где-то на складах чтобы валялось вот тут вот наклейка форс вот на нем видно здесь вот наклейка форс а здесь отверстие сделанное то есть приварена как я понимаю специальная пластина потом продавлен туда металл и в этих отверстиях нарезана резьба для того чтобы крепить его к тем стойкам чтобы он жестко держался вот здесь специальные удерживающие зажимы я помогаю туда надо будет полиэтилен потом подтягивать вот и их тут штук сейчас скажу их тут как раз таки три штуки вот ну и небольшая наклейка с характеристиками мощность 1500 ватт это электродвигатель мощность напряжение 220 диаметр пылесборника пылесоса 125 это именно на насосе 125 а как я вам показывал на этом там другой диаметр еще раз вернемся к нему объем пылесборника так объем пылесборного мешка 45 метров ну вот тут как раз у меня возникает противоречие потому что на сайте написано объем пылесборника 150 ну мы сейчас это выясним хорошо это вот у нас пластина для крепления двигателя вот поставим на отдел как же себя ухватить то дорогой ну вот он собственно насос электродвигатель это ракушка в которой как раз таки есть клетчатка интеллектра провод провод не смотрится он был завязан я просто уже когда с другой стороны открывал его мы его проверяли делали запуск проверяли что видите вообще работа на самом корпусе есть две ноги есть две ноги которые потом будут крепиться к основанию диаметр где-то этих отверстий на 10 примерно вот плюс самый синхронный двигатель стоит тоже на платформе специальный довольно жестко платформа сделана из металла тройка вот ну что ну вот 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 как выглядит сам насос инфорса так сейчас мы лампочкой подсветим вот там крыльчатка крыльчатка металлическая полностью здесь видно что вот она из металла если внутри немножко посмотреть то внимательно там можно разглядеть заклепки которыми она приклепана вот ну двигатель соответственно 220 72 ампера 2950 оборотов в минуту коллег не какого двигателя асинхронный так что такой насосик ну что подлож продолжим вытаскивать из коробки что там еще осталось у нас осталось у нас ответная часть каркаса упаковочного и вот тут как раз таки лежит основа такой вот крашеный металлический лист загнуты края для жесткости и с нижней стороны вот приварены два ребра жесткости отверстия для крепления насоса крепления стоек для пылесборника прорезаны прямо в самом самой подложке как в самом самом основании можно видеть здесь вот резьбу сейчас я покажу поближе здесь видно эту резьбу собственно края у основания проварены четенько сварочкой вид она жесткая вот вот так вот немножечко погустит ну что ж ладно спишем это на то чтобы бороться за меньший вес так как эту конструкцию потом еще надо будет перемещать начнем это собственно и есть распаковка она закончилась разборку мы уже будем оформлять в другом видео ну вот общий план того что лежала в коробке сори за то что я снимаю на свой личный смартфон с помощью штатива лучше коробочку ну для чего нужны три круглых стойки это понятно держать эту трубку вот для чего нужны вот эти вот трубки честно говоря для меня задача но надо посмотреть инструкцию которая лежит наверное вот в этой самой коробочки сейчас мы ее откроем с вами раз раз проверка давайте откроем что в этой коробке лежит давайте откроем что в этой коробке лежит вот лежит у нас тут с вами как раз таки фильтр тканевый который на верхнюю часть и в этом же пакете лежит мешок пылесборника давайте рассмотрим подробно вот этот пылесборник похоже это знаете на какую то искусственную шерсть которая ничем к сожалению не армирована обычно такие вещи снутри или внутри или снаружи проклеивают еще более тонкой более тонкой такой тканью которая еще более плотная для того чтобы нельзя было порвать и туда если на простой посмотреть то примерно пыль которая меньше 5 микрон будет просачиваться через этот мешок ну с этой проблемой борются иными способами о которых мы потом я расскажу в других местах вот следующее что у нас тут лежит это как раз таки раструб который крепится к насосу два хомута проволочных которые которыми крепится труба от ососа до этого кольца колеса 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 могу сказать такие и сильно дорогие но не дешевле я одно колесико достану покажу вам смотрите вот как она сделана видно да да я покажу что у нас тут дальше хомуты которыми крепится мешок фильтрующий и пылесборник сразу две штуки мы их потом покажем дальше метизы болтики гаечки здесь шестигранный ключ внутри этого пакетика ну и инструкция коробки больше ничего нет пусто в сторону ну и здесь у нас вот инструкция вот ее кстати также можно скачать на сайте магазинов в котором я это делал купил я ее всеинструменты.ру простите это может быть воспринято за рекламу но люблю этот магазин вот люблю за интерфейс за информацию не важно это мое личное мнение я никому не навязываю итак уважаемые зрители распаковка у нас закончилась следующее видео будет посвящено сборке этого стружкоотсоса дальше я буду если что то буду комментировать но особо прерываться не буду. просто смотрите и получаете удовольствие и получаете удовольствие не знаю что я